Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мой трамвайчик номер два отправляется в путешествие. А если быть более конкретным, он отправляется в путешествие в пакетную мастерскую. Но перед началом нашей поездки я хочу вам показать небольшое, маленькое, малюсенькое дополнение, которое я сделала на своей вышивке. Я видела, что девочки такое делают. Я задумывалась о том, что, пожалуй, надо что-то подобное сделать, но как-то вышивка бисером идет довольно быстро и просто не успеваешь обратить внимание на такие мелочи и задуматься о них. Поэтому как-то подобного я ранее не делала, а на этой работе я все-таки решила сделать маленькое дополнение. Итак, о чем я говорю? Спускаемся немного вниз и сейчас я вам приближу. Как видите, в самом низу, в самом углу своей работы я решила сделать небольшое дополнение. На чем-то канале я уже, к сожалению, не помню у кого. Я видела, что девочки также подписывают свои работы. Совсем недавно мы ездили на свадьбу к друзьям и в гостинице, в которой мы отдыхали, были работы. Видео обязательно будет на моем канале. И там одна работа была подписана, был подписан год. Мне кажется, это очень интересно. В жизни бывают всякие моменты, а вот такое вот небольшое напоминание. И написано, кто сделал. И год этой работы, мне кажется, очень даже уместным. Я не знала, насколько большая получится данная надпись. Поэтому я ее решила опустить в самый-самый низ, чтобы в пакетной мастерской все-таки было место и смогли ее закрыть. Поэтому она вот в таком самом уголочке. И когда начала вышивать, я все-таки решила делать не по крестикам, а через одно переплетение. Не через два, как я вышивала, чтобы надпись была еще немного мельче и менее заметная, чтобы в пакетной мастерской не возникло проблем, чтобы закрыть ее. Так как вышивала я данную работу своему сыну на день рождения. Вы видите номер самого трамвая. У меня также 2016. Мы специально с ребенком сторожили трамвай. И я хотела сделать более его реалистичным, чтобы инвентарный номер был взят с натурального трамвая. Но в итоге, когда я начала вышивать, мне не понравилось. Во-первых, там цифра была такая более округлая. То есть мне бы пришлось на две клеточки увеличить саму надпись. И когда я подошла к этой цифре, я долго думала, что же написать. А в итоге я решила оставить год, когда я эту работу вышила. Также у меня была идея сделать надпись на данной работе, так как это выполнялось к дню рождения. Я хотела подписать тему «Вид мамы с любовью», «Але». Но я не знаю, как оно оформится, насколько надпись будет уместна. Мне кажется, можно было вполне ее сделать таким бэкстичем, как я сделала здесь. Но я не была уверена, насколько красиво выйдет работа с надписью. Поэтому все-таки отказалась от этой идеи. Попыталась я переделать провода. Там, где провис бэкстич, это вот здесь вот сильно было заметно. И здесь я его переделала, немного подтянула. Но основная, конечно, проблема была провода. Все мои закрепки, как вы видели, видно было очень сильно. Уже в нашей беседе с Галочкой «Давидюк» я выяснила, что то, как я делала свои провода, называется лонгстич с прикрепом. Посоветовала мне Галя сделать эти прикрепы мононитью, либо сделать выкладную нить. Пробовала я и так, и так. Все равно эти закрепки переломливают. Эти провода, их сильно видно. Мне результат не нравился, поэтому я сделала просто длинные протяжки лонгстича. Сейчас свет падает из окна, оно видно. Какая тень ложится. Я думаю, когда оно будет натянуто, немного придавлено стеклом, то в принципе тени этой не будет. Ниточку я каждый раз дополнительно закрепляла. Вот когда подходила к каким-то таким участкам, где крестики были, то есть можно за сами крестики с изнаночной стороны. Я делала несколько стежков, закрепляя ниточку. Начинала отсюда. Вот так у меня пошло. Потом здесь сделала перетяжку с одной на другой. И здесь не знала, как закрепить ниточку. Сделала пару небольших стежков. Возможно, их сильно видно, но не получается у меня по-другому. Намучилась я уже довольно долго с этими проводами и пожалуй оставлю так, как есть. Опять же повторюсь, сделать стичь такие длинные стежки на пустом фоне очень тяжело. Если стежки, которые были на дверях длинные, здесь прикрепки так не видны. Они прячутся между крестиками, то конечно провода это сущий ужас. Я так поняла, что далеко не самую легкую работу я выбрала для начала вышивки крестом. Переделывать вот этот светлый бэкстич я уже не стала. Тут прикрепки видны, мне кажется, не настолько сильно, как были видны на этом темно-сером. Решила оставить так, потому что добиться лучшего эффекта все равно у меня не получается. К сожалению, не получается. Какие еще небольшие нововведения. Когда делала серый бэкстич, я его, как вы видите, здесь под низ желтого подвела, так как на схеме все-таки непонятно, как именно вести. И здесь вот бэкстич идет по верху серый, но все-таки пантограф подходит к низу с проводом, и провода должны быть над пантографом. Поэтому, собственно говоря, я и сделала провода по верху. Ну и вот мой трамвайчик во всей своей красе. По мне, для первой работы довольно таки неплохо. Конечно, крестики кривые. У них натяжение видно, какие-то чуть больше выпирают, какие-то чуть меньше. Хочу сказать, что работать крестиком мне очень понравилось. Я влюбилась в крестик ткани ткани равномерного переплетения. Ну и, конечно, авторские схемы этим привлекают. Прямо, что они не настолько распространены, как наборы. Благодаря Лили и совместному проекту без границ я узнала о существовании целой армии авторов, которые разрабатывают очень интересные схемы. Я уже наглядела огромное количество схем, которые мне понравились, которые мне хочется отшить. И этот трамвайчик вкладывает путь не только по второму маршруту. Он положил путь в моем сердце, к новым схемам, к вышивке крестом. Теперь на моем канале будет не только вышивка бисером, но и вышивка крестиком. Ну а на этом, пожалуй, все. Как вы видите, работа запастирана уже несколько раз, хорошо отглажена. И сейчас мы садимся в свой трамвайчик и едем оформлять работу. Мы с тобой пойдем в багетку выбирать уже для твоего подарка раму. А можно наоборот, чтобы было вырезать деревянную раму и потом просто разукрасить, как будто там татры ездят и механизм. Давай какую-нибудь блестящую синюю вам. Здрасте, при чем синяя, синяя? Потому что это цвет электричества. Там есть поток флаг Украины. Да, точно, рамка флаг Украины. За окном бушует май, мчит по городу трамвай, мчит по городу трамвай. Посмотри! Провода поют, поют, рельсы вдаль бегут, бегут. Мчит по городу трамвай номер три. Провода поют, поют, рельсы вдаль бегут, бегут. Мчит по городу трамвай номер три. Трамвай качается, качается, качается. Трамвай по рельсам быстро весело бежит. Звенит звоночек, звонко-звонко заливается. И моя песенка в ответ ему звучит. За окном бушует май, мчит по городу трамвай. Будь внимательным, смотри, не зевай. В небе солнышко блестит, а трамвай спешит, спешит. Сказку новую спешит наш трамвай. Трамвай качается, качается, качается. Трамвай по рельсам быстро весело бежит. Звенит звоночек, звонко-звонко заливается. И моя песенка в ответ ему звучит. За окном бушует май, увезет меня трамвай. Увезет меня туда, где туман. Увезет страну чудес, увезет волшебный лес. Или, может, привезет прямо к вам. Увезет страну чудес, увезет волшебный лес. Или, может, привезет прямо к вам. Трамвай качается, качается, качается. Трамвай по рельсам быстро весело бежит. Звенит звоночек, звонко-звонко заливается И моя песенка в ответ ему звучит Трамвай качается, качается, качается Трамвай по рельсам быстро, весело бежит Звенит звоночек, звонко-звонко заливается И моя песенка в ответ ему звучит так вот оформился в итоге наш трамвайчик надеюсь вас не укачало в нашем кейском трамвайчике по дороге в багетную мастерскую и обратно не было в багетной мастерской никакой рамы с шестеренками не решилась я также делать раму с дорисовкой которую предлагал тимофей поэтому оформление подбирали исходя из того что было в наличии мне кажется оформление просто замечательное сдержанная спокойная рама которая подходит под серые цвета и на самом трамвайчике и в тенях и у людей двойное паспорту я изначально планировала где-то так оформить данную работу единственное что изначально вот это вот второе верхнее паспорту мы подбирали просто светло такого молочного цвета и она не давала такого плавного перехода от красного серым красные тоже различные цвета были паспорту штук 10 мы примерили этот цвет более всего подошел к данной работе не очень клеилась светло такое молочная бежеватая паспорту я предложила сделать что-нибудь необычно мраморная и когда мы подложили это все работа просто сразу ожила сразу решено что оформляться она будет именно так какое-то время мы думали как именно сделать отступы сверху снизу чтобы было более вытянутая или все-таки квадратное окошко в итоге оставили такие квадратное окошко в своем паспорту еще пришлось подумать как именно разместите данную работу в рамке как все-таки основной центральный элемент здесь средняя часть трамвайчика поэтому ее сделали посередине и получилось что люди чуть более в сторонку были отодвинуты я полностью довольна оформлением мне кажется она замечательно подчеркивает всю красоту данной работы да вот такая я не скромно давайте я вам покажу немного поближе такая серая рама состаренная с потертостями с различными вкраплениями более светлыми более темными очень интересная необычная она в то же время не совсем плоская есть рельеф на раме и дает особой красоты двойное паспорту красная пол сантиметра а мраморная верхняя три с половиной сантиметра вот мои провода как они получились хорошо натянулась работа но единственно вот эта закрепочка которую я вам показывала говорила такой узелочек немного он меня смущает принципе работой довольно стекло на работе антибликовая хорошо не бликует сзади на шнурочке не очень я конечно люблю вот такие вот зажимы мне больше нравится когда работа сверху накрывается листом и он прибивается к раме и такой трамвайчик теперь поселился в комнате у детей мальчики мои очень довольны именинник несказанно рад любуется свой собственный трамвай но на этом пожалуй все напишите как вам такое оформление на ваш взгляд подходит она не подходит но я с вами не прощаюсь я говорю вам новых встреч мальчик